Лицкий районный территориальный центр социального обслуживания населения реализует проект поддержки экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь. Инициированный районной организацией Белорусского союза «Женщин» в субботу стартовал первый этап инициативы по созданию социального предприятия по оказанию клининговых услуг и услуг гигиенического ухода за немобильными гражданами. На обучающее занятие пришли 20 литчанок, желающие реализовать себя в данной сфере. Прошло первое из цикла обучающих мероприятий занятия, в ходе которого 20 женщин нашего города обучались специальным знаниям основ открытия и ведения бизнеса. Занятия проводили высококвалифицированные тренеры, преподаватели нашего Лицкого колледжа, магистры экономических наук Анастасия Утовка и Марта Дашкевич. Мне приятно отметить, что по оценкам женщин, которые сегодня приняли участие в занятии, это мероприятие было интересным и полезным для них. А те знания, которые они получили сегодня, смогут помочь им сделать первый шаг на пути к открытию собственного дела. Ну и хотелось бы надеяться на пути к осуществлению собственной мечты. Поэтому, дорогие женщины, я призываю вас воспользоваться возможностью участия в инициативе. Сегодня еще не поздно присоединиться к нам. Следующее занятие состоится 12 февраля в 11 часов по адресу город Лида, улица Варшавская, 4. За дополнительной информацией вы можете обращаться по телефону 50 26 84. Звоните нам, записывайтесь. Опытные наставники помогут вам реализовать свою идею, свой бизнес. Ну а если на сегодняшний день пока такая идея у вас не родилась, мы предлагаем вам воспользоваться нашей идеей и попробовать себя в сфере клининговых услуг и услуг гигиенического ухода за немобильными гражданами. Напомним, проект финансируется Европейским Союзом и реализуется программой развития ООН в партнерстве с Министерством экономики Беларуси. Его стоимость порядка 46 тысяч долларов. Почти 40 тысяч долларов выделено Европейским Союзом. Остальные расходы берет на себя Лицкий районный территориальный центр социального обслуживания населения в качестве софинансирования. Итог проекта можно будет увидеть в конце августа этого года. Продолжение следует...